Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представиться. Меня зовут Владимир Ильич, фамилия Симоненков. Я профессор кафедры внутренних болезней клинической фармакологии и нефрологии Северо-Западного Государственного медицинского университета им. Немечникова. Сегодняшний мой доклад посвящен эпителии протективной терапии и эпителии протективного подхода. Вы видите наверху два кружочка. Справа это наш университет, а слева это эмблема ассоциации по изучению сочетанных заболеваний. И здесь есть фраза на латыни «In morbo processus natura communia adhibit» при заболеваниях природа использует универсальные механизмы. И вот сегодня мы с вами эти проблемы будем рассматривать. Нужно сказать, что проблемы лекарственных взаимодействий, взаимодействия лекарств и кишечного барьера, они находятся в зоне внимания уже на протяжении нескольких десятилетий. И посмотрите, в 1909 году Илья Ильич Мечников писал, всасывание ядов, образовавшихся в кишечнике, усиливается в результате местного их действия на кишечную стенку. И я выделил большими буквами следующие слова. Она при этом становится проницаемой как для токсинов, так и для бактерий, которые в неме своего постоянного обитания становятся особенно патогенными. То есть Илья Ильич описал, по сути дела, все основные компоненты, концепции синдрома повышенной эпителиальной проницаемости. Почему же мы назвали доклад прорывом? Да потому что вопросы кишечного барьера, межклеточных взаимодействий, они находились в зоне внимания достаточно давно. Но впервые в 1921 году в работе, которую мы назвали синдром повышенной эпителиальной проницаемости в клинической практике, был реализован мультидисциплинарный подход. Потому что в создании этой работы участвовали и гастронтерологи, и кардиологи, и пульмонологи, и психиатры, и неврологи, и микробиологи, и патофизиологи. То есть впервые удалось показать, насколько универсальны нарушения межклеточных взаимодействий. Эта работа была достаточно большой, 157 страниц журнального текста. И естественно возникла проблема, как сделать этот труд более доступным для практических врачей. И вот буквально на днях в восьмом номере терапевтического архива выходит новая работа тех же авторов, которая называется «Эпителий протективной терапии при коморбидных заболеваниях. Практические рекомендации для врачей». И эта работа буквально в течение нескольких дней будет доступна для наших коллег. А здесь слева фотография Рафаэля Гигановича Аганова, академика, ушедшего из жизни в 21-м году. И нужно сказать, что Рафаэль Гиганович был основоположником российского учения коморбидной патологии. Именно его усилия и подвигли нас на эти работы. Давайте посмотрим, что делается с СССРК. Вот работа 21-го года. Профессор Майкл Камильери в обзоре опубликован Джамма пишет, что в Штатах распространенность СССРК 7-16% и огромные затраты. А у нас в Петербурге мы тоже проводили такое исследование. Моя ученица Зарина Руслана Сундукова и Юлия Михайловна Гомон, они показали, что у нас где-то 8,3% взрослого населения страдает СССРК. Это сотни тысяч. И еще в качестве эпиграфа я показываю данные, которые приводит профессор Александр Форд в своем анализе, опубликованном аж в 2010 году. Смотрите, что они писали с профессором Майкл Камильери. Никакая терапия не меняет естественное течение СССРК, и не существует золотого стандарта для лечения этого расстройства. И в самом деле стандартная рутинная терапия СССРК помогает лишь половине больных, поэтому поиски новых подходов, они, конечно, чрезвычайно актуальны. Вот это новые данные Римского фонда о том, что, по сути дела, каждый третий-четвертый пациент, который приходит к вам на прием, страдает функциональными расстройствами. Кроме того, на сегодняшний день диагностика функциональных расстройств осложнилась тем, что выделено множество страданий, которые имеют клинические проявления, сходные с СССРК, и они обозначаются как СССРК-подобные синдромы. Вот еще в 2017 году была опубликована работа, которая показала, что и СИБР, и непереносимость лактозы, и диета обогащенная ФОДМАПС, и так далее, все они могут клинически проявляться как СССРК. Вот почему российские гастронтерологи твердо стоят на позиции необходимости углубленного лаборатория инструментального обследования пациентов с клиническими проявлениями СССРК. В последние годы были уточнены патогенетические механизмы СССРК, и вот свежая работа этого года, базирующаяся на анализе больших массивов информационных, показывает, что наряду с традиционными подходами, висцеральная гиперсенситивность, нарушение моторики и так далее, важную роль в генезе СССРК играет состояние кишечного барьера и низкоуровневое воспаление. Ну и в связи с этим в консенсусе, который я представлял выше, был сформулирован так называемый синдром повышенной эпителиальной проницаемости, который на самом деле касается не только желудочно-кишечного тракта, но и бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, гематоэнцефалического барьера, то есть является универсальным патофизиологическим процессом или типовым. В этой связи позвольте вам напомнить, что эпители имеет два путепроницаемости, трансцеллюлярный путь и парацеллюлярный путь. Трансцеллюлярный это для небольших молекул до 15 ангстрем, а вот парацеллюлярный в норме может регулировать объемы и размеры тех частиц, которые проникают в субэпителиальную зону. И для того, чтобы регулировать эти процессы, природа создала три основные механизма. Это плотные контакты, это адгезионные контакты и это десмосомы. Не углубляясь сейчас в структуру плотных контактов, я хочу подчеркнуть только одну важную деталь. Оказывается, ширина парацеллюлярного прохода, если так можно выразиться, она регулируется внутриклеточной мускулатурой, поскольку ZO1, зона окклюденц-1, она соединяется с внутриклеточным актином, который и регулирует это пространство парацеллюлярное. И нужно сказать, что при патологии этот механизм нарушается. Здесь еще раз подчеркиваются эти механизмы. И вот на этой картиночке хорошо видно, как JAM и ZO1, они взаимодействуют с актином и регулируют ширину межклеточных пространств. Нужно сказать, что кишечный или слизистый эпителиальный барьер, он имеет три уровня защиты. Приэпителиальный это муцины, это слизь, эпителиальный и субэпителиальный. И нужно сказать, что нарушение любого из этих уровней может привести к бактериальной транслокации, попаданию токсинов из просвета и провоцированию воспаления. Но при СРК речь идет о так называемом low-grade inflammation, низкоуровневом воспалении. И нужно подчеркнуть, что современные взгляды на патогенез СРК, конечно, придает огромное значение и микробиоте, и воспалению, и активации энтеральной иммунной системы, и влиянию на центральную нервную систему картоцепочных жирных кислот. То есть речь идет о двунаправленных взаимодействиях между кишкой и мозгом. Это очень важно, поскольку традиционный взгляд был связан с представлениями о влиянии центральной нервной системы на кишку. И вот посмотрите, дорогие друзья, что кишечный барьер повреждается и при функциональных, и при органических страданиях, и в том и в другом случае страдают, конечно, плотные контакты. И особенно при СРК диарейном варианте выражен синдром повышенной эпителиальной проницаемости. Вы видите, дорогие друзья, что механизмы участия в нарушении кишечного барьера при СРК, при целиакии, при ВЗК отличные. Но если мы сосредоточим внимание на СРК, это левая верхняя картиночка, то вы видите важную роль тучных клеток в генезе патологических процессов. И нужно сказать, по мнению многих авторов, именно догрануляция тучных клеток и воздействие на простагландиновую систему является важнейшим компонентом патогонеза СРК. Ну, я уже сказал о роли микробиоты, и нужно сказать, что здесь тоже двунаправленные взаимодействия. С одной стороны, изменение качественного количества состава микробиоты приводит к нарушению плотных контактов, а с другой стороны, воспаление в энтеральной системе иммунной, оно может провоцировать, через то-лайк-рецепторы, изменение состава микробиоты. Ну, и была показана роль короткоцепочных жирных кислот, которые продуцируются лактобацилами и бифидобактериями. И было показано, что короткоцепочные жирные кислоты прямо влияют на плотные контакты. И дисбиоз, он, несомненно, в генезе СРК играет огромную роль, повреждая плотные контакты. Особый механизм формирования наблюдается при постинфекционном СРК. Это особенно актуально в свете переносимой пандемии SARS-CoV-2, COVID-19. Вы видите, что очень важным результатом, итогом новой коронавирусной инфекции является деферсификация микробиоты, уменьшение ее разнообразия и повреждение кишечного барьера. Очень интересная работа была опубликована в 2021 году. Исследователи задались таким вопросом. А при СРК другие отделы желудочно-кишечного тракта имеют повреждение кишечного барьера? И вот посмотрите, например, на 12-перстную кишку. И вы видите, что там тоже плотные контакты повреждаются. А какое это имеет практическое значение? Нам становится понятно, почему в 36% случаев мы имеем так называемый оверлап-синдром или синдром перекреста. Это мы уже обсудили. А теперь давайте плавно перейдем к вопросам лечения. Еще в 2016 году профессор Майкл Камильери обозначил основные терапевтические цели. И среди них, вы видите, одними из важнейших является влияние на кишечный барьер и на иммунную активацию, которая наблюдается при СРК, при низкого уровня воспаления. И если мы посмотрим на совершенно новую работу 2022 года, где также были сформулированы цели терапии, мы тоже видим здесь важнейшее значение плотных контактов. Основоположником цитопротективной терапии является профессор Андрей Роберт, который еще в 1979 году сформулировал основные положения цитопротективной терапии. Но не менее важную роль в разработке подходов к лечению эпителепротективными средствами имеют лауреаты Нобелевской премии 1982 года, профессора Бергстром, Самуэльсон и английский исследователь профессор СР Джон Роберт Вейн. И нужно отметить, что не так много препаратов имеют эпителепротективную активность в желудочно-кишечном тракте. Это ингибиторы протонной помпы, препараты Висмута, некоторые штаммы пробиотиков, курсы дезоксихолиовой кислоты и такой эпителепротективный препарат, действующий на трех уровнях, преэпителиальным, эпителиальным и субэпителиальным от ротовой полости до ректосигмойной зоны – это препарат Рибомипид. И в 2020 году группа авторов из кафедры Академика Майла опубликовала работу, где проанализировала основные механизмы действия Рибомипида, и вы видите, он увеличивает секрецию слизи, ингибирует адгезию патогенных микроорганизмов, таких, например, как хеликобактер филори, регулирует синтез цитопротективных простагландинов, и два, например, ингибирует такой интерлекин, как восьмой, получает кровоснабжение и восстанавливает белки плотных контактов. Это хорошо иллюстрирует вот это положение, что на всех трех уровнях и на всем протяжении желудочно-кишечного тракта. Были проведены экспериментальные и клинические исследования, которые показали, что Рибогид, Рибомипид способствует восстановлению плотных контактов. И нужно сказать, что достаточно обширная литература по применению Рибогида, Рибомипида при органических и функциональных расстройствах позволила включить его в целую серию клинических рекомендаций, как отечественных, так и зарубежных, в частности, посвященных канцеропревенции вторичной. А вот в 2021 году под руководством профессора Лазебника были опубликованы клинические рекомендации общества терапевтов совместно с научным обществом гастроэнтерологов, где также было показано, что Рибомипид может с успехом использоваться при функциональных расстройствах. Ну а теперь, насколько он применим при СРК. Значит, у нас выполняется в России два исследования. Это исследование под руководством профессора Елены Александровны Полуэктовой, посвященное сравнительному анализу Рибомипида с некоторыми медиаторно-активными лекарственными средствами. И работа, которая проводится у нас на кафедре, она носит название САКРАТ – синдром повышенной проницаемости слизистой при функциональных и органических заболеваниях толстой кишки. Мы исследуем СПЭП и при СРК, и при язвенном колите. И вы видите, дизайн – это рандомизированное, сравнительное, перспективное моноцентровое исследование, что позволит нам, конечно, получить достаточно убедительные данные. Работа сейчас активно ведется. Вот некоторые данные, которые мы приводим в первой опубликованной статье в 2021 году. Сейчас готовится серия еще статей, уже касающиеся и белков плотных контактов, и иммунной системы. У нас есть наблюдения электронно-микроскопические, и нужно сказать, что наше исследование показало очень любопытный результат. Или получили мы. Оказывается, курсовая терапия рибогитом при СРК способствует как редукции симптоматики при курсовом лечении, так и меняет течение СРК, выводя пациента в стойкую ремиссию, предотвращая рецидивы. Вы знаете, что по данным проспективных исследований только где-то 20% больных с СРК выходят в стойкую ремиссию. Так вот, еще один подход, позволяющий добиться этой ремиссии стойкой, это использование эпителепротективных препаратов и, в частности, рибогита, рибомепида. Дорогие друзья, это фотография разведенного моста в Санкт-Петербурге, и вы видите, что когда ночью разводятся через Неву мосты, то единый город превращается в сосредоточение анклавов, но затем утро наступает, мосты сходятся и снова Санкт-Петербург становится единым. Так и эпителепротективная терапия, устраняя нарушение парацеллюлярной проницаемости у больных с СРК, способствует восстановлению гомеостаза и улучшает течение этого страдания. Уважаемые коллеги, больные с СРК не умирают, но качество жизни больных резко снижается. И я очень надеюсь, что сегодняшние материалы, которые я вам представил, позволят повысить эффективность наших терапевтических усилий. Благодарю вас за внимание.